Вот приехала на пляж Тококопичи, вот такие вот, раздражает немножко. Вот эти вот полеты по воде раздражают, очень шумно. Один прошел катер, второй катер. Но я думаю, что люди пожалуются и это прекратится, потому что кому-то это в кайф, а кому-то это не в кайф. Вот такой шум. Прийти отдохнуть, допустим, людям после трудовой недели и слышать вот этот безумный шум. Ладно. Итак, теперь о хорошем. Водичка, наверное, градуса 24. Вот так, если чтобы не соврать. Очень теплая вода. Единственное, что вот в этой части океана, вот в этой части на Кокопич, тут вода никогда не бывает прозрачной. Тут всегда волны, потому что тут как бы блюдечко такое. Тут как бы маленький заливчик, что ли. Если посмотреть с космоса, тут как бы блюдечко такое. Может быть, из-за этого. Самая чистая вода, конечно, это Форт Лаудердейл. И, конечно, это Майами. И, конечно, самая чистая вода – это остров Каменный пляж. Как же он называется? Джупитер. Юпитер остров. Здесь, в Флориде. Вот это как несет. Это как несет. Невыносимо, конечно, слушать. Туда надо брать эти затычки в уши. Я смотрю, что людям тоже многим не нравится. Я слышу, что много возмущений. Вот один прошел, второй идет. Не рычи. Кто-то делает на этом деньги, а основная масса людей страдает. Конечно, невероятно. Дяденька, убрал бы ты свою спину. И вот судно-теплоход. Может быть, это и есть карнивал, на котором мы, сказать, плавали нельзя. Судно не плавает, судно ходит. Вот на котором, да, это карнивал. Я вижу по хвостику. По-моему, это карнивал. Нет, нет, карнивал громадный. Это какой-то рыболовецкий суденышко. Потому что карнивал у нас многоэтажный. 14 этажей. Кто-то рыболовецкое судно. Ладно. Так вот, вода здесь не бывает особо прозрачной. Собственно, никогда прозрачная вода здесь и не была на Куко-Бич. На Дайтони-Бич более-менее прозрачная вода. Но я не знаю, с чем это связано. Почему на одном пляже вода просто кристально чистая, а на втором вот такая мутная. Скейли. Может быть, так и спала. Может, боку вы знаете, зачем. Можно немножко на людях остановиться. Вот даже вот тут видно, мы в таком блюдечке, в таком закруглении. Вот там дальше машут в острову. И вот, может быть, из-за того, что такое блюдечко, я тут прикоснусь. Вот так и все. Смирайте. Сверхзвуковой корабль. Или гисель, как его назвать. Очень шумно, конечно. Песок здесь не очень белый. Самый белый песок – это очень белый песок. Это на островах Мексиканского залива. Это Клервотер-Бич, там белый песок. А вообще самый белый песок, и он как мука. Лидович, потому что везде песок, он белый, но с ракушками попадается. А просто мука мучная, мучнее не бывает. Это Лидович. Красивый пляж, широченный, широченный пляж. Очень красивый, с белым песком, просто потрясающий. У меня есть видео с Лидович, можно посмотреть там этот песочек. Жары не чувствуется, хотя наверняка сейчас градусов, наверное, 35. Но жары не чувствуется. Лишь потому, что тут на побережье всегда ветерок. Ну и на побережье всегда температура чуть ниже, чем на материке. Там у нас на... Итак, вот это вот космическая станция, как она называется? Мес Канавара. Кейп Канавара. Ну вот и все. Хватит. Шляпы сейчас меня взлетут, я на дотяжок. У меня ретоник, у меня на горе. Оп, уже слетела. Я уже слетела, слетела. Все? Все, пока-пока. И вода, конечно, очень сильно соленая. Это не Черное море, где воду можно пить. И если вы приедете сюда отдыхать, обязательно надо покупать очки специально для воды, чтобы нырять. Даже если вы не ныряете, потому что волны выливают в лицо, и в лицо, и попадает в сторону водопада, и разъедает. Поначалу, конечно, очень с непривычки немножко, как бы, даже глазки могут поспалиться. Ну, сейчас уже я приеду, а за сколько лет. Ну, так, на всякий случай. Ну, вот туда-сюда летает один и второй. Сколько шума. Я думаю, первый раз вообще наблюдаю здесь невероятное шум. Итак, мне еще часик осталось позагорать, покупаться. Я поеду уже домой. Все? Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok